Hi, my friends! It's Elena. Я приветствую вас, ребята, с вами Елена и очередной урок английского языка для четвероклассников по учебнику Кузовлёва. Мы продолжаем первую главу и сегодня четвёртый урок, который называется Where will you go next summer? Куда ты отправишься следующим летом? Исходя из темы, становится ясно, что сегодня мы будем говорить о будущем времени. А также вы узнаете, почему Теги, кошка Лизы, не хочет ехать в Россию. И мы дадим несколько советов Лизе о том, что ей следует и не следует взять с собой в Россию. И первое задание. У британских школьников каникулы в октябре. Что будет делать Лиза в эти каникулы? И сейчас вы услышите аудиозапись в сопровождении с печатной версией в учебнике этого текста. Затем мы с вами ответим на вопрос. Когда я проведу, я не останусь дома. Я обычно путешествую с моей мамой. Я надеюсь, что я не останусь дома в октябре. Я буду ходить в Россию. Я думаю, что эти holidays будут прекрасно, потому что я буду visitать Сент-Петербург. Это очень красиво. Я не могу ждать и увидеть Россию. Вы пойдёте с нами, Теги? И прослушав эту аудиозапись, поняли ли вы, чем Лиза будет заниматься в эти каникулы? Она поедет в Россию. И давайте перед тем, как сказать предложение полностью на английском языке, мы с вами зачитаем этот текст и переведём. When I have holidays, I don't stay at home. I usually travel with my grandmother. I hope I will not stay at home in October. I will go to Russia. I think the holidays will be wonderful, because I will visit St. Petersburg. It's a very beautiful city. I can't wait to go and see Russia. Will you go with me, Теги? Когда у меня каникулы, я не остаюсь дома. Я обычно путешествую со своей бабушкой. Я надеюсь, я не останусь дома в октябре. Я поеду в Россию. Я думаю, каникулы будут прекрасными, потому что я посещу Санкт-Петербург. Это красивый город. Я не могу дождаться, когда поеду и увижу Россию. Ты поедешь со мной, Теги? И что же ответила кошка? Давайте взглянем на неё. Она одета в валенки, тёплую шапку, шарф. И она говорит... На вопрос, поедет ли с Лизой, Теги, она отвечает... Я не поеду. Я останусь дома. Я не люблю снег и холодную погоду. И давайте вернёмся к вопросу в задании, что же будет делать Лиза. И составим предложение. Когда мы говорим о действиях, которые будут в будущем, мы используем вспомогательный глагол will. Так и скажем... Лиза поедет в Россию. Вот такие у неё планы. В тексте выделены жирным шрифтом новые слова. Давайте их зачитаем и переведём. To hope – надеяться. Because – потому что. To wait – ждать. Can't wait to go. Не могу дождаться поездки. И ниже у нас представлена грамматика сегодняшнего урока. Как рассказать и спросить о настоящем, то, о чём мы с вами говорили на предыдущих уроках. И сегодня мы будем говорить о будущем времени. The future simple tense. И в тексте выделены голубым цветом глаголы в будущем времени. И обратите внимание, что перед этими глаголами стоит везде вспомогательный глагол will. Да, если это утвердительное предложение. Will not stay. Will go. Will be wonderful. И так далее. Я хочу обратить внимание ваше на предложение, где она говорит will be wonderful. Во всех предложениях у нас есть смысловые глаголы. Stay, go with it. А здесь у нас с вами Почему у нас здесь нет глагола смыслового, а стоит глагол to be. Как вы помните, предложения в английском языке не могут существовать без глагола. Поэтому в таких предложениях, где у нас нет смыслового глагола, мы ставим глагол be. И, естественно, если предложение в будущем времени, то будет will be и так далее. Вот, пожалуйста, это помните. В этом тексте, где Лиза рассказывает про свои планы, у нас есть все виды предложений. Утвердительные в будущем времени, отрицательные и даже вопросительные в конце. Исходя из этих предложений, мы делаем вывод, как же можно сказать о будущем. И в рамочке, грамматической рамочке, нам говорится, чтобы сказать утвердительное предложение, на первое место мы ставим подлежащее. В данном случае это у нас было местоимение, Лиза говорила о себе. Затем ставится вспомогательный глагол will и затем смысловой глагол. И запомните, что мы используем will для всех подлежащих, для всех местоимений, в отличие от настоящего простого времени. Помните, да, с местоимениями третьего лица единственного числа, he, she, it в утвердительных предложениях всегда добавляется к смысловому глаголу окончание s или es. В будущем же времени у нас достаточно поставить глагол will и всё. Нам становится ясно, что предложение мы будем переводить на русский язык уже в будущем времени. Да? Дальше, чтобы задать вопрос. В рамочке приведены у нас сначала общие вопросы, на которые мы отвечаем да или нет. В будущем времени, чтобы спросить, поедешь ли ты со мной, Тиги, например, да, как Лиза спросила кошку, нам достаточно вынести вспомогательный глагол на первое место. И порядок слов затем остаётся прежним. Will you stay at home? Ты останешься дома? И ответ. Yes, I will. Да, я останусь. То есть в кратком ответе также будет частичка will после местоимения. А в отрицательном ответе, если нет, мы говорим No, I won't. Вот, в то время, как в настоящем простом времени у нас вспомогательные глаголы do или does. Да? Об этом мы говорили ранее. И специальный вопрос. Where will you travel? Где ты будешь путешествовать? И в специальных вопросах, как и в любых других грамматических временах, да, будь то настоящее или прошедшее время, всегда выносится специальное вопросительное слово ещё раньше. То есть перед will ставится, да. Where will you travel? А в настоящем простом времени Where do you usually travel? Куда ты обычно путешествуешь? Тут у нас уже слово обычное, да, подсказывает о том, что нужно использовать в настоящее время. Как вы знаете, usually используется только в настоящем времени. Какие слова-подсказки есть в будущем времени? Конечно же, слова такие, как tomorrow, завтра или next. Всё, что со словом next. Next week, next summer, next year. Это у нас была подсказочка в теме урока. Вот освежили с вами в памяти будущее простое время. Я надеюсь, с этим всё ясно. И третий пункт в этом упражнении. What will Liza and her grandmother enjoy in St. Petersburg? Ask them questions. Отчего получат удовольствие Лиза и её бабушка? Задайте им вопросы. И в этом задании как раз будет возможность попрактиковаться, задавать вопросы в будущем простом времени. У нас некоторая часть предложения, точнее вопроса, дана, да, ваша задача заполнить пропуски. И на картинках представлены достопримечательности Санкт-Петербурга. Этот город ещё называют культурным центром России, потому что в нём находится огромное количество театров, музеев и памятников. И первая достопримечательность Эрмитаж – музей мирового значения, в котором находится более 350 залов. Сент-Айзекс-Катхедрал – Исаакийский собор. Очень крупный православный храм, который имеет статус музея. Символ города, да, главная достопримечательность Санкт-Петербурга. Далее, go boating – кататься на лодке. Гостиный двор – это универмаг, который находится в центре Санкт-Петербурга. The summer gardens – летний сад. Чем же примечательно это место? Это старейший сад города. Парк для прогулок и отдыха с фонтанами и аллеями. Вот такие достопримечательности. И сейчас поставьте, пожалуйста, это видео на паузу, заполните пропуски, а затем мы с вами сверим ответы. Наши вопросы могут не совпадать. Самое главное, чтобы они были написаны грамматически правильно. И у меня получились следующие вопросы. Когда вы поедете в Санкт-Петербург? Здесь, а в этом вопросе, не хватает смыслового глагола, который по правилам ставится после подлежащего, в данном случае после местоимения you. Следующий вопрос. Вы поедете на корабле или на самолете? Это у нас специальный вопрос. И здесь специальным вопросительным словом будет фраза Какие места? После неё мы ставим вспомогательный глагол для будущего времени. Затем подлежащие и смысловой глагол. И далее у меня идут общие вопросы. Вы посетите Эрмитаж? Вы будете кататься на лодке там? Вы пойдете в летний сад? И последний вопрос, тоже специальный. What gifts will you buy there? Какие подарки вы там будете покупать? И переходим к следующему пункту. Listen to Liza's story. What will she do in St. Petersburg? What won't she do in St. Petersburg? Прослушайте рассказ Лизы. Что она будет делать в Санкт-Петербурге и что она не будет делать в Санкт-Петербурге. И сейчас вы услышите аудиозапись. Ваша задача попытаться понять, какие же места она посетит, а какие нет. Из тех, что представлены на картинках. Продолжение следует... Я надеюсь, что вы услышали, какие же достопримечательности Лиза посетит, а какие нет. И сейчас мы с вами составим предложение утвердительное и отрицательное. Скажем, что она посетит Эрмитаж, Исаакиевский собор и гостиный двор. А также поедет кататься на лодке. She will visit the Hermitage, St. Isaac's Cathedral, and Gostini's двор. She will go boating in St. Petersburg. И она не посетит только летний сад. Из тех мест, которые у нас указаны на картинке. И это предложение мы скажем двумя способами. В первом мы будем использовать полную форму will not, а во втором won't, краткую. She will not visit the summer gardens. Она не посетит летний сад. И второй вариант. She won't visit the summer gardens. Это была краткая форма, да? То есть мы соединили will not и получилось won't. Отрицательная форма будущего простого времени. И переходим к пятому пункту в этом задании. Что следует и что не следует Лизе брать в Санкт-Петербург? Почему вы так думаете? И в этом задании мы с вами вспомним применение и значение модального глагола should. Глаголы бывают у нас смысловыми, вспомогательными, модальными. И вот что ж такое модальный глагол? Я напомню вам, что это те глаголы, которые самостоятельно образуют отрицательные предложения. Также вопросительные, да? И после которых смысловой глагол ставится в первоначальной форме. Всегда. Какое бы местоимение, ну, подлежащее, да, не было. Давайте прочитаем примеры. She shouldn't take skin boots. Ей не следует брать с собой лыжные ботинки, потому что она их там не будет носить. Погода не снежная в России в октябре. Модальный глагол should имеет значение и переводится как следует. Следует что-то делать, да? То есть после него у нас стоит смысловой глагол. В примере у нас дано отрицательное предложение. То есть после глагола should у нас идёт частичка not. Ну, краткая форма shouldn't. И переводим мы, соответственно, как не следует. Затем глагол не следует take, брать. Вот таким образом вам сейчас нужно будет составить предложение, посмотрев на картинки, которые даны у нас на следующей странице. Сейчас мы зачитаем с вами и переведём все эти названия одежды и будем давать советы Лизе. Skin boots – лыжные ботинки. A swimming costume – купальник. A sweater – свитер. An umbrella – зонтик. Jeans – джинсы. Shoes – туфли. A coat – пальто. Shorts – шорты. A warm hat – тёплая шапка. И Тиги даёт совет своей хозяйке. She shouldn't take me. Ей не следует брать меня. Ну, как Тиги уже сказала, потому что она не любит холод. А в октябре в России довольно прохладно. Сейчас вы можете поставить также это видео на паузу, составить предложение, утвердительное и отрицательное, и объясняя обязательно причину. Почему вы так считаете? Как было сказано в примере. Не следует брать лыжные ботинки. Почему? И обратите внимание, что после слова because у нас идёт полный порядок слов. Подлежащее, сказуемое и так далее. Because she won't wear them. Потому что она не будет носить их. Вторая часть предложения у нас в будущем времени. Да? И предложения могут быть следующими. Ей не следует брать купальник, потому что она его там не будет одевать. Погода не жаркая в России в октябре. Дальше. She should take a sweater because she will wear it there. The weather is cold in Russia in October. Ей следует взять свитер, потому что она его будет носить. Погода холодная в России в октябре. То же самое можно сказать и про пальто. Да? Поставить вместо sweater Дальше скажем, что ей следует взять джинсы. She should take jeans because she will wear them. The weather is cold in Russia in October. Здесь у нас появляется местоимение them. Will wear them. Оденет их. Потому что джинсы у нас во множественном числе. Джинсы они. Если в предыдущем предложении мы говорили свитер он и использовали it. Да? Местоимение it. Или пальто. Да? Тоже пальто. It. Единственное число. А здесь у нас джинсы они. То же самое произойдет со словом shoes. Туфли. She should take shoes because she will wear them there. The weather is cold in Russia in October. Туфли они. Ей следует взять их. Вот обращайте на это внимание. Дальше. Насчет шорт давайте скажем. She shouldn't take shorts because she won't wear them there. The weather is not hot in Russia in October. Также про шорты ей не следует их брать по той же самой причине, что погода не жаркая. И насчет зонтика. Вы как? Посоветовали взять Лизе его или нет? Я думаю, что она обязательно должна взять зонтик, потому что погода дождливая в октябре в Санкт-Петербурге. И скажем это. She should take an umbrella. The weather is rainy in St. Petersburg in October. Вот такими могут быть предложения. И переходим к последнему заданию сегодняшнего урока. Письменная часть. Write a letter to Liza about your autumn holidays. Напишите письмо Лизе о своих осенних каникулах. И у нас дана часть письма, да? Но в нём есть некоторые пропуски, которые ваша задача заполнить. Также автор учебника ссылает нас на шестую памятку. О чём же она? И в ней говорится о том, как правильно оформляется письмо. Обратите внимание, что всегда письмо начинается с обращения к человеку, которому вы пишете. А в данном случае это будет Лиза. Dear Liza. Потом ставится запятая. И дальше текст идёт с новой строки. С заглавной буквы. Так, как и написано у нас в учебнике, да? В примере. И в конце письма мы пишем такие фразы. Best wishes с наилучшими пожеланиями. Или with love с любовью. Также эти фразы пишутся на отдельной строке. После них ставится запятая. И затем вы пишете своё имя, да? А в примере письмо заканчивается фразой From Russia with love. Из России с любовью. И место дано для написания вашего имени. При написании письма обязательно учитывайте эти рекомендации. И я зачитаю тот пример письма, который составила я. From Russia with love. И Лена. Дорогая Лиза, я не думаю, что я буду делать многое на своих каникулах. Я думаю, я прочитаю свою любимую книгу. Я бы хотела посетить свою бабушку. Но мне также следует помогать ей. Я надеюсь, я получу удовольствие от своих осенних каникул. Я не могу дождаться, чтобы увидеть свою бабушку. Потому что я её люблю. Из России с любовью. Подумайте, о чём же вы будете писать. И ответьте Лизе. А на этом всё. Если у вас остались какие-то вопросы по сегодняшнему уроку, смело их задавайте в комментариях под этим видео ниже. И делитесь этим уроком со всеми, кому он может быть полезен. С вами была Елена. Bye!